Всех приветствую! Сегодня у нас кулинарная рубрика. Мы будем с вами готовить очень вкусный и простой плов в мультиварке. Для этого нам понадобится, естественно, рис, цебулька, морковка, мясо, чесночок, соль, а соль у нас сахарница, и обязательно приправа до плову-таресу. На русском это приправа к плову и рису. И нам понадобится еще подсолнечное масло. Его нам совсем чуть-чуть, в самом конце мы будем добавлять. И еще от себя я добавлю чуть-чуть домашней тушенки. Ну, у кого нет тушенки, ничего страшного. Вы можете вместо куриного мяса взять свинину, например. Либо больше в конце долить подсолнечного масла. Итак, приступим к работе. Это мы сейчас помельчим. Цебульку с морковкой и порежем кубиками. Где-то сантиметра 2 на 2 будет у нас филейка порезана. Так, приступим. Режем кубиками нашу филейку. Сначала я нарезаю полосочками, потом будет удобно эти полосочки на кубики пустить. Так вот соломочкой я нарезала. Теперь я нарезаю кубики. И получается у меня кубики где-то сантиметр на сантиметр, полтора на полтора. Там, ну, неважно, где-то так, небольшие. Мясо должно порезано не сильно толстым. Смотрите, вот такие вот кубики у нас получились. Так вот мы помельчили филейку. Сейчас мы помельчим цебульку и морковку. Итак, у нас уже готова цебулька с морковкой. Помельчили. У нас уже порублено филе куриное и открыта тушеночка. И вот этот жирок, верхний слой тушенки, я буду добавлять тоже в плов. Сейчас мы все по очереди будем высыпать в чашу мультиварки. Высыпаем сюда морковку, цебулечку. Высыпаем наше куриное филе порезанное. Теперь мы тушеночку, вот этот жирочек сюда, юшечку. Еще раз повторюсь, если у вас нет тушенки, ничего страшного. Вы можете взять любое другое мясо и просто добавить либо чуть-чуть какого-то жира, либо просто вы добавите больше подсолнечного масла, так как плов любит, и рис любит больше вот такой жирности. Все, я думаю, достаточно. Подсаливаем все это дело. Примерно вот такую чайную ложечку небольшую. Она вообще чайная, десертная. Нет, не десертная, а чайная маленькая ложечка. Как я перепутала. Вот это все мы перемешиваем. Очень удобно делать плов в мультиварке. Очень вкусно получается. Рис получается рассыпчатый. Плов очень вкусный. За счет приправы к плову и рису очень вкусный. И дает особенный такой вкус. Вам попробуйте. Вам обязательно должно понравиться. Такой рецепт вы будете делать плов в мультиварке. Так вот мы все помешали. Добавим чуть-чуть на данном этапе маслечка. Также чуть-чуть сейчас мы добавим приправку, чтобы оно там все подружилось у нас красиво. Ой, запах вообще обалденный этой приправы. Опять все это дело мы перемешиваем. У нас еще лежит чесночок, но чесночок мы добавляем в самом конце. Такое у нас будет сверху плово. Сейчас мы распределяем по дну всю нашу вот эту заготовочку мясную. И теперь мы выкладываем рис. Высыпаем его смеленько. Рис обязательно перед этим вы промываете хорошенько, чтобы водичка была чистая. После того как вы промоете. Также распределяем красивенько его, ровненько, с поверхности. Сейчас мы уже можем добавлять чесночок. Чесночок мы на половинке вот так вот можем. Если большие зубчики, то мы можем еще напополам сделать. Распределяем эту всю красоту. Чесночок придает тоже запах. Плову очень будет вкусненько. Ваша семья и гостям понравится. Сейчас мы теперь можем добавить приправку. Ну какой запах, обалдеть. Все, я высыпаю всю приправку. Вот так вот распределили ее по поверхности. И теперь мы добавляем примерно 20 миллиграмм подсолнечного масла. Так. Теперь мы это все дело заливаем водой. Так, чтобы покрывало хорошенько наш рис. Где-то так, чтобы сантиметров сверху вода это все покрывала. Сантиметр-полтора, где-то так. И заправляем это все в мультиварку. Теперь мы эту чашу ставим в мультиварку. Так. Закрываем. Теперь мы выбираем программу. Мультиварка у меня самая обыкновенная. Рон... Как? Редмонд. Да, мы покупали ее очень давно. И в пользование она очень простая. Так. Выбор программы. У нас есть тут плов. Я выбираю. И нажимаю кнопочку старт. И оно себе там само готовится. И мы можем уходить и смело заниматься другими делами. После того, как приготовиться, да, пройдет час. Где-то полчаса еще сама мультиварка будет стоять на режиме подогрева. И мы 30 минут еще на режиме подогрева. Потом еще обождем. Итак, пришло время и плов у нас уже готов. Сейчас уже как одну минуту он у нас готов и стоит на программе подогрева. Давайте заглянем, что там у нас происходит. Вот такой у нас красивый плов. Мы можем его помешать и оставить еще на 30 минут. Или через 30 минут уже и помешаем. Пусть он настоится. Смотрите, вода уже вся испарилась. Ушла. И заглянем, через 30 минут будем уже насыпать. То есть можно уже его кушать. Так. Ждем. Сейчас мы помешаем наш плов. Смотрите, рис рассыпчатый. Видите, какой он рассыпчатый. То есть не так кашей он делается. Красивый, рассыпчатый. Ммм. А запах. Мы сейчас это все перемешаем. Смотрите, как его много получается. Включаю. Смотрите, размешали мы уже наш рис. Теперь оно полностью, рис перемешан с мясом. И можем насыпать. К рису хорошо открыть. Помидорки, если у вас есть закрутка. Огурчики, помидорчики, перчик. Будет то, что надо. Смотрите, какой красивый. Он рассыпается полностью. И запах. Это что-то с чем-то. Теперь мы насыпем наш рис и можем кушать. Вот смотрите, какая красота у нас получилась. Такой красивый плов. Мы открыли перчики. И вот так вот красиво оно выглядит. Смотрите. Жалко, что не передает запах и вкус. Приятного аппетита. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok